Всем огромный привет! С вами снова Виолетта Маурер или просто Ви. И сегодня я решила разнообразить формат влогов, потому что зачастую влоги выглядят очень странно. Вы иногда не понимаете, что происходит там, почему я оказалась уже там. Поэтому я решила во время просмотра кадров с Барселоны записывать вам свои эмоции и рассказывать более подробно, что уже там происходило. Я уверена, что это вам понравится, но не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх и нажимать на колокольчик. Ну что, поехали! Небольшая предыстория. Когда я сужусь за монтаж видео, мне обязательно нужно, чтобы меня никто не отвлекал, чтобы у меня было все четко, чтобы мне было удобно, чтобы был чистый свободный стол. Здесь должна быть обязательно вода с лимоном желательно, вот тут драйон эффект. Обязательно я очень люблю сидеть напротив окна, потому что тогда у меня больше вдохновения, и мне кажется, что я не смотрю тупо в стену, как будто бы вся природа со мной. Начнем с того, как же я оказалась в Барселоне. Совсем не случайно, это было путешествие совместно с каталонским агентством по туризму. Скажу честно, мне было довольно тяжело переезжать из Питера в Барселону, потому что у меня было всего лишь два часа сна. Но так как путешествие, ты как бы про это забываешь и думаешь, окей. Когда я приехала в отель, я была очень удивлена, потому что он был действительно на уровне, он был четырехзвездочный, и прям мне очень понравилось там. Мне в голову пришла идея, почему бы не показать вам Барселону глазами инстаграмера. То есть, многие из вас думают, что работа блогера, да, как бы это не звучало громко, она слишком простая, и каждый второй может быть блогером, но на самом деле это не так. Я покажу вам жизнь за кадром. Честно вам скажу, когда ты 24 на 7 думаешь о контенте, скорее всего, ты уже не фотографируешься в каких-то таких местах. Давайте посмотрим, что бы я делала, если бы я реально захотела здесь сфоткаться. Мы можем сделать, допустим, фото сверху, и это будет довольно необычно. Наверное, кадр было бы лучше поставить как-то централизованнее, но это единственный вариант, как я могу сделать оригинальное фото сверху. Первое, что я делаю, я пользуюсь приложением Unfold, для того, чтобы кадр смотрелся более интересно. У меня уже есть готовая такая вот рамочка в мраморном стиле. Туда я добавляю видео, которое я сняла. Выглядит прикольно. Сохраняем. И, как вы поняли, сейчас неактуально выкладывать видео просто в обычном формате, поэтому после приложения Unfold я иду в приложение Хромик и добавляю. Кстати, пользуюсь я им первый раз. И тут можно наложить какие-то фильтры крутые. Выберем первый. Посмотрите, как круто выглядит, как полароид. Можно вот здесь подписать ваши мысли. И обязательно не забудьте добавить геолокацию, чтобы было все четко. Что мне понравилось больше всего, это то, что у нас было постоянно Wi-Fi с собой. Обычно в путешествиях с этим проблема. Даже если ты покупаешь дорогую сим-карту, почему-то все время какие-то траблы с интернетом. Здесь было все четко. Я ходила с переносным роутером. Кстати, один интересный факт. В Испании символ Чупа-Чупс придумал Сальвадор Дали. Хм, интересный факт. В самом начале нашего путешествия мы пробовали национальные, часто встречаемые блюда Каталонии. Если брать съемку вот таких вот мест, красивых, мы же сидим обедать. Можно использовать функцию в Вейскокаме. Открываем Вейскокам, нажимаем на вот эту верхнюю штучку и здесь меняем на диско. После этого мы ведем как бы от названия ресторана вниз и будет очень клевый эффект. Давайте попробуем. Можно сделать с переходом, как будто мы идем в это заведение. То есть мы зажимаем кнопку и идем туда, внутрь. И сохраняем. Можно здесь наложить разные фильтры. Мне кажется, что сюда больше всего подойдет М5. Сохраняем. Честно скажу, для меня это была довольно тяжелая пища, потому что она вся жареная. Вот это называется тапос. Тапос это тапо означает крышка. Могла бы отказаться, но решила попробовать, потому что я знала, что не буду это есть в повседневной жизни. Но не попробовать блюдо Испании было бы очень странно. Это вот колбаска, кровяная. О май гад, кровяная колбаска. И на горячее будет фидуай, это каталонский вариант фаэли, когда вместо риса используются вермишель. Илья, прости меня, пожалуйста, что вы сможете видео, но я вернусь к режиму. Как будто жареные макароны. В нашем замечательном путешествии принимало еще участие несколько человек. Это были также сотрудники телеканала «Пятница», они снимали для него выпуск. Также были представители журнала «Космополитен» и онлайн-журнала на интернете «Вуманру». Скорее всего, это был не формат блог-тура, а это больше был пресс-тур. Я вообще давно мечтала о том, чтобы меня приглашали крупные какие-то бренды или компании в страны, чтобы я была для них в качестве блогера. Вселенная, спасибо тебе! Когда мы уже пообедали, можно так сказать, мы отправились на фестиваль «Сонар». Я про него слышала впервые, но, как оказалось, это очень и очень известное событие. Честно вам скажу, я реально люблю танцевать, люблю музыку, но я не до конца поняла это мероприятие и событие, но все равно побывать на нем было довольно интересно. Каждый год на один уикенд в Барселоне появляется очень много туристов, которые приезжают туда специально со всей Европы, чтобы посетить это мероприятие. После «Сонара» мы отправились в Сады Педра-Альбес, надеюсь, я ее называю правильно. Самое основное событие, для чего мы-то приехали, чтобы посмотреть на одной из известнейших танцовщиц, Сары Баррес, она танцевала фламенко. Я была в легком шоке, как люди вот так вот отбивают танец, потому что, ну, это прям что-то, нечто невозможное. И под самую-самую ночь мы уже вернулись в отель. Я очень надеялась выспаться завтра, но лайфхак, если вам осталось спать 4 часа, дайте себе установку «Ура! Я буду спать целых 4 часа! Я высплюсь!» Убираю вас. Вы увидите результат на утро в следующий и офигеете. Ну что, друзья, всем доброе утро. Тут у нас стол. Сейчас пойдем выберем. Лучки. Хороший стол. В общем, я пошла набирать. Конкретно из того, что я никогда не ела на завтрак, это был рационные бутерброды. Хлеб с помидоркой по-каталонски. У них он называется вроде пантумака. Так, пока снимала видео, поняла, что мне нужно перекусить, но готовить у меня времени сейчас нет, поэтому я съем энерджи. На самом деле, я очень хочу на молоке, но мне в магазин идти как-то не особо хочется. Короче, вообще, это называется ленивый обед до ужина перекус. Очень-очень нравится этот вкус, поэтому сейчас разведу. Шух! И обед за минуту готов. Совсем не реклама. Ну, блин, реально, я его сейчас буду кушать. И так как нам дали пресс-турт-карты, которые позволяли мне ходить практически во все главные достопримечательности Каталонии бесплатно, я решила посетить дом Мила. Конкретно это здание было построено для богатого каталонского промышленника, политика и общественного деятеля. Вообще, изначально они заказывали обычный дом, но Гавуди имел такую тенденцию к тому, чтобы превышать расходы, которые ему давались на постройку дома. Он хотел сделать что-то необычное и масштабное. В принципе, я его так понимаю, потому что снимать обычные блоги, это так скучно. Вообще, просто провела параллель. Если брать лайфхаки, да, обычно в таких местах очень-очень сильное солнце сверху. Маловероятно, что у вас получится классный снимок. Говорить в каком-то странном языке. Поэтому лучше всего получается хода behind, то есть сзади вас. Типа вы поднимаете руки там на фоне фона, на фоне города, поэтому возьмите на заметку. Я решила взять автобус и покататься по всему городу, чтобы действительно его посмотреть с разных лучших сторон. Выглядит как будто бы замок Дисней. Вообще невероятно. Хотела передать огромное спасибо своей партнерской программе Юла, благодаря которой я здесь нахожусь. Саше, который тоже помог. И ребятам, которые дали мне пропуски. Я просто показываю везде. Я прихожу бесплатно во всех местах. Знаете, что самое крутое для меня? Все-таки я очень люблю свободу. И когда я просто вышла из автобуса, просто пошла куда, глаза глядят, съездила на этом фуникулёре. И поднялась на эту высоту, и смотрела на этот весь вид. Меня так вдохновило. Я начала писать стихи. Все мы люди, и нам всегда нужна какая-то перезагрузка. Конкретно в Барселоне, я хочу вам сказать, мне не хотелось снимать себя. Мне не хотелось фотографировать себя на фоне каких-то мест. Я уже потеряла к этому интерес. Мне больше хотелось просто видеть, просто смотреть. Я даже в один момент позвонила Свете, Алекс, да? Потому что мне просто было очень тяжело. Я не понимала, что происходит. Я думала, может быть, я теряю Виолетту. Но самое интересное было, что всё, что я говорила ей, происходило с ней в тот же момент. И, кстати, часто бывает такое, что когда я прихожу к какой-то мысли, или меня что-то тревожит, или наоборот у меня какое-то вдохновение, новая идея, у других людей на моём уровне, что значит на моём уровне, которые меня понимают, которые развиваются и делают то же самое, что и я. Когда видеоблогер, допустим, там, Света и ещё-ещё много людей, у них приходят точно такие же идеи и мысли. Я испытываю сейчас такие эмоции, что мне не хочется где-то фотографировать себя, а мне хочется быть в моменте. Я это делаю, я это кайфую. Буквально вчера, на день, я отключила все соцсети, и я реально кайфанула. То есть, почему вам может казаться, ну, это легко, я это могу спокойно сделать. Для меня это нелегко, не потому что я зависима от Инстаграма или Ютуба, а потому что я беру ответственность за людей в бизнесе, в обучении. Я же разбираю профили по Инстаграму, я обучаю монтажу, и все эти люди, они ждут от меня ответа, да, поэтому это больше не зависимость, а ответственность. Но я решила, ну, одни сутки никто ничего думает, там, не умрёт, всё будет спокойно. Советую вам периодически делать такие перезагрузки, потому что они как будто бы дают вам новую энергию и новый боток воздуха. Каждый второй очень красивый. Вау! Субтитры создавал DimaTorzok